Работы на третьем участке дороги, которая свяжет столицу Ниньинского округа с Усинском, планируют завершить уже к концу этого года. Об этом стало известно сегодня в ходе рабочей поездки представители органов исполнительной власти и законодательной власти, на строящейся межрегиональную трассу. Репортаж Алины Вучейской. Около часа лету от окружной столицы и в иллюминаторе появляются очертания межрегиональной трассы Нарьин-Марусинск. Здесь первая точка в маршруте инспектирующих. В составе делегации возглавляемые главой региона Александром Цибульским, депутаты и представители окружного профильного ведомства. Часть пути проверяющие преодолевают на треколах. Это первый участок межрегиональной трассы Нарьин-Марусинск. Его общая протяженность более 23 километров, причем на шести из них уже завершены работы по обустройству земляного полотна. Строительство первого участка дороги разделено на три этапа. К работам компания «Техносфера», именно с ними заключен контракт, приступили с января 2019 года. Возведение этого участка дороги идет согласно утвержденному графику. Согласно контракту, строительство должны завершить не позднее 30 октября 2021 года. Сейчас в данный момент у нас задействованы 63 единицы техники. Из них 28 единиц самосвального парка, 20 единиц дорожно-строительной техники, экскаваторы, бульдозера и 15 единиц вспомогательной техники. Численный штат сотрудников на данном месте составляет 160 человек. Транспортную артерию, которая свяжет Ненецкий округ с Республикой Коми, возводят сразу с двух сторон. Следующая точка в маршруте проверяющих – третий участок межрегиональной трассы. Здесь работы ведет Усинская ДРСУ. Качество дорожного полотна глава региона оценил лично. Мы с вами сейчас вместе проехали по третьей, по части четвертого участка. Мне кажется, очень неплохо. То есть машина идет абсолютно как по хорошей дороге. Скорость можно развивать до 100 км в час, хотя не рекомендуется, потому что есть ограничения на каждом участке. Но, тем не менее, мы ехали 70-80 км. Абсолютно, мне кажется, качество, сами можете оценить, но по моим ощущениям очень приличное. Поэтому здесь не вызывает никаких сомнений, что работа сделана качественно и хорошо. Вы видите, что большое количество техники, много людей работает, больше 160 человек, причем, что примечательно, порядка 30% – это жители Наринмара и Ниньского округа. Это очень приятно. И в этом году существенный рост наших жителей, которые привлекаются на работу. А это не только разнорабочие, это и водители, это и инженерный состав. Основная часть третьего участка готова на 98%. Осталось лишь уложить 80 плит, укрепить откосы и завершить монтаж мостового сооружения через реку Лая. Вся задержка из-за моста. Мост планируем также вместе с дорогой закончить к 20 декабря 2019 года. Остались, значит, у нас надвижка, сварка пролетных строений, надвижка пролетных строений и устройство дорожного полотна по мосту. Таким образом, чтобы между Наринмаром и Усинском появилось круглогодичное транспортное сообщение, необходимо построить еще около 40 километров дороги. Это третий этап первого участка протяженностью 12 километров, второй участок длиной 20 километров с мостом через реку Лая-Вош и шестикилометровый участок с мостом через реку Шапкино. Алина Волучейская, Вадим Стасюк, Сергей Качегов и Алексей Орлов. Телеканал «Север», Ленинский округ.